Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. Мы сидим на остановке, собрались за справкой в этот поликлинику. Попробуем взять жарко, сними кофту и сюда ее одень. Заплела девчонок, а как сегодня, смотрите, косички. И Регина тоже. Повернись. Скажи еще, Еле как меня уговорила. Мама, Еле как меня уговорила, уже ввести эти косички. Иллана не любит, она заплетаться. Наш автобус там уже. Перечеркнут. Лавочки. Пришли к врачу, сидим ждем, пока нас примут. Сказали, вроде что примут. Ура! Мы это сделали! Там, Иван, как ты рада? Мы взяли справку. Класс, вообще супер! А так бы целую неделю бы еще ждали. Да? А когда мы пойдем теперь? Завтра? С понедельника или завтра пойдем. А тут нет магазина, смотри. Короче, запись была аж на следующую неделю. Непонятно, когда. А мы сейчас вот пришли, попросились. Короче, нет там этой. Пойдем, ладно. Не будем. Пойдем сразу на остановку и домой. Нет. Короче, попросились и нам сказали подождать. Если по очереди человек не придет, то нам сделают справку. И нам повезло. Круто! Мы это сделали. Теперь все. Пойдем завтра к своей поликлинику еще. Возьмем другую справку еще общую, потому что нам для той справки не хватало и этой справки. Вот. В общем, соберем справки все и потом пойдем в бассейн. А сейчас едем домой. Я думаю, что я не могу. Такое впечатление. Теперь я тоже не могу делать. Какие-то хорошие дела, что я знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Примерочные, да? Пойдемте, все. Забрали посылку. Все, забрала я посылку. Дома померю. Но так смотрю, вроде нормально все. Рубашка немножко большевата, правда. Ну, ничего. Думаю, нормально. С Вилбереса пришла посылочка. Заказывала такую пижамку, как рубашечка она. И шортики классные. Обалденный рукав, прям все классно. Обалденный рукав. Да, прям до этих... до локтей. Сзади тоже все хорошо. Я бы хотела прям... Прям рубашечка, чтобы была. Вот здесь воротничок такой. Мне очень нравится. 50 размер. Можно было, да, конечно, 48. Тогда бы он на мне было. Как бы вот так. Вот. Ну, я думаю, если там будет 48 размер, и этот я маме отдам, получается, да? Продам. Вот. Если ей подойдет 50 размер. А себе тогда перезакажу просто уже 48. У нас мама теперь будет красивая. Да, у меня вот так вот пижамка теперь с шортиками. Классно. Шортики, резиночка здесь такая вот. Манжетчики. Пуговки, кстати, такие вот с блестками здесь. И вот забыла, как их называют. Фламинго, да? Розовый фламинго здесь. Фламинго. Мне нравится. То, что она свободная. Классно нравится. То, что ничего нигде нет и не стесняет. Классно. И еще одна посылочка. Это вот такой вот фарточек кухонный. Кухонный. Китчен написано. С такими вот штучками. Он, знаете, такой вот как клеенка. Здесь получается как ленточка такая. Сзади тоже ленточкой завязывается. Вот так. Здесь кармашек получается. Можно что-нибудь положить. Тряпочку, например, какую-нибудь. И то, что мне нравится, что он клеенчатый. И когда будет что-то попадать, какие-то пятна, допустим, брызги. То есть не будет пропитываться через фартук и на одежду. Потому что обычно у меня был тряпочный. Если на тряпочный что-то попадает, оно пропитывается. Если внутри белая футболочка, допустим, одета или пижамка, да, или халатик, там, не важно, то оно пачкает. А это уже сто процентов защитит. Здесь тоже можно вот так подрегулировать ленточку. Подвязать просто под себя. И все. Класс, класс, класс. Теперь я буду готовить это фарточки на кухне. Как вам? Единственное, что есть запах, знаете, как от воздушных шариков. Такой запах клеенки. Запах резины. Что-то, что-то такое. Класс? Да, круто. Так еще по фигуре классно садится. Смотри, как будто кожаная юбочка такая, да, прям? Угу. Такая прям, тас, 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 тас. И я потой. Сейчас открою. Так, у меня здесь полным ходом идет готовка. Жарю лук, варю макароны и отвариваю рис до полуготовности. Еще у меня есть фарш. Фарш я тоже разморозила заранее. И сейчас буду делать я фрикадельки. Нет, тефтели, не фрикадельки. Тефтели буду делать с заливкой томатной. Вот. Поэтому мне нужен рис для тефтелек. И рожки. Получается. Аж слюнки текут со мной. Получается, буду кушать сегодня макароны с тефтелями в подливке. Вот так вот. Сижу, попиваю чаек в новой пижамке. Очень, кстати, она мягенькая, удобная. Не стирала ничего. Сегодня, наверное, я ее постираю вечером. Вот. Сейчас пока в ней хочу походить. Вот. И хочу вам поподробненько рассказать. В общем, добилась я своего. Взяли мы справку. Взяли очень быстро справку. Потому что я звонила в поликлинику. Мне сказали записываться. И эта запись просто неизвестна была. Вообще, когда нас запишут. А что понедельник врач не работает. Во вторник неизвестно. Звоните, узнавайте. Короче, я это знаю. Что опять мы в прошлый раз на той неделе, получается, нам тоже сказали, это не работает, не работает. Звоните, узнавайте. Я позвонила, опять сказала. Вот запись полная. Звоните, узнавайте. То есть сколько можно уже каждый день одно и то же. В общем, в поликлиниках это всегда одна история с записью. И в итоге мы пришли к врачу. Никого нету. Прием уже начался, получается. А никого нету. Ну, я зашла, попросила врача. И она мне любезно не отказала. Любезно помогла сделать справку. Вот и все. Теперь получается так легко и быстро. Просто зашла, поговорила с врачом. Объяснила ситуацию. И тебе дали справку. Все. Бребенок здоров. Нам просто нужна в бассейн справка. Я говорю, мы все анализы сдали. Яйца глист, кровь, моча. Прошли своего педиатра. Все. У нас есть. Нам нужна ваша только справка. Ваша подпись, что ребенок здоров. Все. Она нам дала эту справку. Вы такие счастливые вышли. Ааа. Справка. И все. Теперь нам надо, короче, с этой справкой идти. На завтра, я узнала, тоже принимает наш врач. Нам надо будет с этой справкой от дерматолога идти к своему участковому, получается, врачу. Насчет той справки, которую мы делали. Она говорит, действует три дня. Как она общая, какая-то там справка, короче, школу, которую мы брали, говорит, действует всего три дня. Вот. Но я у нее спросила, говорю, если мы будем долго делать эту справку, то у дерматолога, та справка пройдет уже как бы срок. Она типа нет, нормально все, как бы сделает. Но не знаю, что завтра скажет. Посмотрим. Сделает, сделает. Будет круто. Получается, завтра мы отдадим эту справку от дерматолога. Нам должны дать большую, нормальную, одну справку, что у нас все анализы пройдены, все печати, подписи. Все будет круто. Тогда мы идем в понедельник, уже в бассейн, оформляемся, сдаем все документы, пишем заявление. Конечно же, если там уже обвал людей не случился, не заняли все места, которые возможны. Мы, в общем, оформляем ее сначала, а потом уже спросим, узнаем, потому что Коля тоже говорит, я, говорит, тоже хочу ходить в бассейн. Давай, говорит, тоже будем с девчонками, ну, с Регинкой, короче, как семейное посещение такое узнаем. Есть такое вообще возможность, такая можно или нет, и тоже ходить туда в бассейн. Вот. Так что мы Миланку сначала оформим, все до ума дело доведем, как говорится. Потом спросим насчет себя, уже потом тогда я буду уже отдельно собирать для нас с Колей справки. Вот, все, что я хотела вам сказать. Так что будем ждать завтрашнего дня справку, чтобы взять, а потом уже в понедельник, чтобы уже все эти справки отдать. Вот. Лук мне нужно кожу немного обжарить до полуготовности, чтобы он не был так сильно пережарен, чтобы потом в фарш его добавить. Вот. Вообще, если честно, мне нужно уже кухонный гарнитур по-хорошему мыть, потому что, ну, вот так вот, если я вам показываю, пятен, да, не видать. Но, если приглядеться, например, вот здесь, вот, есть пятна, жирные, вот, видите, жирные пятна есть. Я буду с содой, скорее всего, отмывать. Вот здесь все затерто тоже под ручкой. Здесь вообще ужасно. А она еще полная? Соли. Хорошо. Соли сейчас капнет что-нибудь напоминать. Тут у меня макароны уже, кстати, сварить. Сейчас надо будет промыть. Так, сейчас буду этим заниматься. Такая вот вкуснятина получилась. Соли.